В 2008 году у нас возник интригующий вопрос. Как пауки плетут свои паутины в условиях невесомости? Поэтому они отправили на Международную космическую станцию двух пауков. Первый паук был основным участником, а второй служил запасным вариантом на случай, если первый не выживет. Однако всё пошло не по плану. Запасной паук сумел выбраться из своей камеры и навестить своего компаньона, что привело к некоторому беспорядку. Они строили запутанные паутины, которые мешали друг другу. Как будто этого было недостаточно, мухи, которые должны были стать пищей для пауков, начали размножаться быстрее, чем предполагалось. Их личинки вырвались из своего контейнера, закрыв переднее окно камеры. Со временем пауки оказались полностью скрыты за личинками. Хотя первый эксперимент не удался, одна из исследовательниц, участвовавших в планировании эксперимента с пауком, сохранила научный энтузиазм. В 2011 году у неё появилась ещё одна возможность повторить тот же эксперимент. На этот раз сына обратилась за помощью к другим исследователям. Они решили отправить в космос другой вид паука и подготовили четырёх пауков. Двух для МКС и двух для Земли, чтобы можно было сравнить результаты. Цель заключалась в том, чтобы подвергнуть пауков воздействию различных гравитационных условий и понаблюдать за их поведением. Однако в этой истории случился один неожиданный поворот. Изначально учёные считали, что у них четыре паука-самки, но оказалось, что двое из них на самом деле самцы. Определить пол молодых пауков бывает непросто, но, к счастью, один самец уже был отправлен в космос, а другой остался на Земле, что позволило собрать ценные данные. Второй эксперимент оказался успешным. Пауки были активны, они строили и разбирали паутины, и даже без помощи гравитации плели новые. Три камеры сделали тысячи снимков, демонстрирующих их усердную работу. Интересно, что в космосе пауки создавали гораздо более симметричные паутины, чем на Земле. Центр паутины находился ближе к середине, и, что удивительно, пауки не всегда располагались головой вниз, как это обычно происходит на Земле. Однако всё изменило один существенный фактор — свет. Когда у пауков на МКС был источник света, они плели асимметричные паутины, похожие на те, что встречаются на нашей родной планете. Свет сыграл решающую роль в ориентации пауков в пространстве. Лампы в камере были прикреплены сверху. Если бы лампы были расположены иначе, например, сбоку, было бы сложно наблюдать за влиянием света на симметрию паутины в условиях невесомости. Когда свет был выключен, пауки лежали в своих паутинах в произвольном направлении. Однако при включенном свете они ориентировались в сторону от источника света, то есть вниз. Следовательно, в отсутствии гравитации свет помогал им ориентироваться. Это открытие было неожиданным, поскольку пауки обычно строят свои паутины в темноте и также эффективно охотятся без света. На северо-востоке Таиланда прямо по лесу проплывает семейство огромных каменных китов. Конечно, они не настоящие. На самом деле они являются частью скального образования возрастом 75 миллионов лет. Давным-давно эта часть Таиланда была обычной пустыней. Движение земной коры толкали песчаник вверх, что и стало причиной возникновения этих очаровательных гор. Доступное любому, кто желает провести день в походе, гуляя по тропам, эта достопримечательность набирает все большую популярность среди туристов. Если добраться до спины одного из китов и взглянуть на бесконечное зеленое море, раскинувшееся внизу, вы поймете почему. Во время этих походов вы увидите водопады, большое разнообразие экзотических растений и животных, а с самой вершины можно даже рассмотреть соседнюю страну Лаос. Форма скал похожа на китов, плавающих вместе. Неудивительно, что это место называется «Три каменных кита». Какой невероятный способ увидеть Таиланд. Со спины гигантского каменного кита. А во время раскопок в канадской шахте в марте 2011-го один из рабочих нашел почти идеально сохранившийся образец нодозавра. Этот вымерший динозавр весил около 1360 килограммов и вырастал до 5,5 метров в длину. Несмотря на то, что этой находке более 110 миллионов лет, нодозавр сохранился настолько хорошо, что можно увидеть его тяжелую броню и чешуйчатую кожу. Потребовался почти год кропотливой работы, чтобы раскопать окаменелость. В итоге она была, наконец, выставлена в Канадском музее в 2017 году. Анализ кожи нодозавра показал, что, возможно, он умел маскироваться не хуже современных гекконов и мотыльков. И это в дополнение к шипам и чешуе, которые уже делают его настоящим ходячим танком. Находку все еще пристально изучают, ведь она – одно из самых важных ископаемых, обнаруженных за долгое время. Детали могут помочь нам раскрыть еще больше тайн прошлого. Рукопись Войнича – один из самых загадочных документов в мире. С момента открытия в 1912 году рукопись была абсолютной загадкой для всех, кто с ней сталкивался. В ней можно найти иллюстрации странных изображений, чужеродных растений, неизвестных предметов и знаков зодиака. Но больше всего поражает письменность. Язык, используемый в тексте, не поддается расшифровке. Никто не знает, что там написано, кто это написал и где именно. Никто даже не знает, был ли это настоящий язык или его создали исключительно для этого текста. Рисунки растений тоже интригуют. Большинство из них не совпадают ни с одним известным видом. Профессор прикладной лингвистики в Англии утверждал, что расшифровал некоторые символы в книге, но найти больше информации об этом загадочном тексте пока никому еще не удалось. Если вы когда-нибудь соберетесь спуститься под воду, не забудьте посетить таинственные кратеры в Квинсленде. На полпути между Бандебергом и Джинджином находится одна из самых загадочных находок Австралии. И это говорит о многом про страну Оз. В 1971 году участок принадлежал фермеру, выращивающему кабачки и картофель. Расширяя свои владения во время пахоты, мужчина натыкался на большие камни. Когда он, наконец, присмотрелся к ним, то обнаружил морские окаменелости и несколько странных кратеров. Фермер передал свои находки профессорам геологии, которые приступили к исследованию формаций. Начав раскопки, вокруг этого места они обнаружили огромный слой песчаника и охрянного пятна, который был полностью покрыт кратерами. Всего было найдено 35 кратеров, а возраст слоя породы оценивается примерно в 25 миллионов лет. Ученые, изучающие эту загадку, считают, что кратеры могли возникнуть из-за горячих источников. Древней океанской активности и метеоритов. И еще хотелось бы побольше узнать о тех людях, которые назвали эти города – Бандеберг и Джинджин. Какие забавные имена. Антикитерский механизм – это своего рода древний компьютер, который до сих пор сбивает ученых с толку своей необычной конструкцией. Около двух тысяч лет назад у берегов острова Антикитера затонул греческий корабль. Обломки были обнаружены в 1900 году, и водолазы извлекли некоторые из его древних артефактов. Когда археологи начали разбирать находки, они обнаружили необычный объект. Невероятное устройство никак не соотносилось с древним судном. И казалось слишком технологичным. Машина работала как калькулятор, позволяя пользователю с удивительной точностью отслеживать время, движение звезд, затмение, фазы Луны и даже обратный отсчет до таких событий, как Олимпийские игры. Учитывая возраст находки, уровень технологии объяснить просто невозможно. Более того, как минимум до XIV века, когда в Европе начали делать зубчатые часы, рядом с механизмом не сравнится ни одно устройство. Как же этот механизм вообще был создан? За 1400 лет до того времени! Не исключено, что этот затонувший корабль у берегов Антикитеры и потерянный калькулятор задержали развитие технологий на многие сотни лет. Считается, что Кавказские горы у Черного моря – одна из немногих областей Европы, не испытавшая большого воздействия человека. И это несмотря на то, что большинство белокожих людей относятся к представителям кавказской расы? Археологи обнаружили в этом районе множество древних мегалитических сооружений. Сооружения, похожие на дома, известны как дольмены и содержат украшения, бронзовые инструменты и разнообразную керамику. Археологи не знают, кто их построил, зачем и какова их истинная цель. Сооружения либо состояли из двух камней, скрепленных большим камнем в качестве крыши, либо из меньших камней, сложенных в виде стен с отверстием только с одной стороны. Были найдены также каменные пробки, которые запечатывают все, что находится внутри. Еще более необычно то, что эти каменные сооружения встречаются не только на Кавказе, но и по всей планете. В Австралии, Южной Корее, Колумбии, Африке и даже во Франции. Их цель неизвестна, поэтому ученым остается только строить догадки. Так называемая охота за складами – это настоящее развлечение современности. Оно привлекает внимание людей со всего мира, поскольку ему посвящено множество телешоу. Но сорвать куш могут не только охотники за складами. Одна пара из Аризоны просто хотела диван, но не собиралась покупать новый или платить за него большие деньги. Поэтому приобрела старый диван на аукционе всего за 9 долларов. Поскольку мебель была не в лучшем состоянии, пришлось купить и контейнер, в котором доставили диван. Во время осмотра боксу пару ждал невероятный сюрприз – старый плюшевый мишка, набитый деньгами. В мягкой игрушке было спрятано около 300 тысяч долларов. В 2011 году одному мужчине тоже посчастливилось найти кое-что интересное в камере хранения в Сан-Фернандо. Это был старый комикс, которому он сначала не придал особого значения. Мужчина не знал, насколько ценной была эта находка, пока не отнес ее на экспертизу. Оказалось, что это был первый комикс, в котором появился Супермен. Но как бы сильно ему не хотелось извлечь из этого выгоду, комикс пришлось вернуть предыдущему владельцу. Говорят, что находка была украдена у известного актера, который очень любил комиксы и истории про Супермена. Актер сообщил о пропаже в свою страховую компанию и властям, но результатов это не дало. Комикс, который оценили примерно в миллион долларов, вернулся своему законному владельцу через 11 лет после того, как был украден. Еще одна винтажная вещь была найдена на складе в Мельбурне, Австралия. Это был восьмиклапанный Харли Дэвидсон с коляской 1927 года выпуска. Он простоял там более полувека, прежде чем вновь увидеть свет в 2015 году. Вскоре мотоцикл выставили на продажу и выручили за него колоссальные 470 тысяч долларов. Аукционы по продаже заброшенных складов интересны еще и потому, что вы понятия не имеете, что там может оказаться. Не говоря уже о том, какую прибыль можно получить от удивительных находок. Вот вам история пары с Лонг-Айленда, которая всего за 100 долларов получила нечто удивительное. В купленном ей складском боксе стоял сделанный на заказ Lotus Esprit Sports 1976 года выпуска. Этот автомобиль был особенным не только из-за своего дизайна, но и из-за того, что на нем ездил Джеймс Бонд в фильме «Шпион, который меня любил». Сначала пара не знала, что это за автомобиль. Она просто решила его отремонтировать, чтобы на нем ездить, ведь он выглядел круто. Только после того, как автомобиль отвезли в мастерскую, выяснилось, что в нем есть нечто особенное. Вскоре пара узнала его историю и в 2013 году продала его на аукционе за ошеломляющие 997 тысяч долларов. Еще один человек из Южной Калифорнии нашел нечто невероятное в заброшенном шкафчике в 2017 году. Там лежала старая игровая приставка с игровыми картриджами. После оценки выяснилось, что его находки стоят более 50 тысяч долларов. В 2010 году всего за 275 долларов другой счастливчик приобрел большой складской бокс с разными бытовыми принадлежностями. После внимательного осмотра новый собственник обнаружил там пианино Marshall & Wendell Salesman 1928 года выпуска. Оценка показала, что стоимость музыкального инструмента варьируется от 10 до 12 тысяч долларов. Космическая техника на забытом складе На аукционе во Флориде было продано заброшенное помещение, в котором новый владелец обнаружил ракету NASA с устройством для обратного отчета. Их поместили туда на хранение после того, как программа, в которой они использовались, была завершена. Находка стала настолько известной, что ее даже показали по телевидению. Поклонников музыки в заброшенных боксах тоже порой ждут интересные находки. Например, личные вещи Ореты Франклин. Большая часть ее вещей была перевезена на склад после пожара в ее доме. Позже она призналась, что просто забыла о них. На аукционе были выставлены ее сумки, предметы одежды и даже квитанция с ее именем. Похожая история случилась со шкафчиком, принадлежавшим когда-то отцу Майкла Джексона и хранившим более 250 неизвестных и неизданных песен. Во время их записи у короля поп-музыки был перерыв в контрактах, так что технически ни у кого не было на них авторских прав. Более того, в шкафчике находилось много фотографий певца и личные вещи семьи Джексон. Кое-что из этого было продано с аукциона, а некоторые вещи были выкуплены семьей за большие деньги. Хороший урок о том, что пропуск платежа за услуги хранения может нанести серьезный ущерб даже знаменитостям. Однако в хранилищах находят не только неодушевленные предметы. Как бы странно это ни звучало. Один мужчина при регулярном посещении своего склада постоянно видел там кошку. Он не мог понять, как она туда попадает и почему продолжает приходить в гости, поэтому решил забрать ее домой. Ну разве это была неприятная находка? Участнику следующей истории повезло намного меньше. В 2011 году один мужчина решил сорвать джекпот и украсть из заброшенного бокса несколько ценных вещей. Но пока он набивал свои сумки вещами, которые ему удалось раздобыть, охранник, проходя мимо, обратил внимание на открытую дверь склада. И поскольку в самом помещении было тихо, он просто закрыл дверь, решив, что владелец случайно забыл ее запереть. И так вор оказался в ловушке и в конце концов был пойман и передан полиции после попытки выбраться и сбежать. Хранение вещей в боксах – отличная идея, когда у вас не хватает места в доме, а выбросить их вы пока не готовы. Однако есть важные правила, которым нужно следовать, потому что не все вещи безопасны или легальны для хранения. Например, транспортные средства. Их принимают на хранение только с регистрацией, страховкой и в рабочем состоянии. И это относится не только к автомобилям, но и к прицепам, лодкам и даже грузовикам. Так что будьте готовы предоставить всю необходимую документацию, прежде чем воспользоваться услугами склада. По очевидным причинам скоропортиющиеся продукты категорически запрещены. К ним относятся продукты, которые нужно хранить в холодильнике, продукты, которые не хранятся в герметичных контейнерах и сухой корм для животных. Большинство компаний, предлагающих складские помещения, запрещают хранение этих продуктов, потому что они могут привлечь насекомых, грызунов или стать причиной появления бактерий и плесени. Консервы тоже в основном запрещены. Это связано с тем, что в стандартных боксах для хранения нет возможности регулировки температуры, а в жару банки с продуктами могут взрываться. Растения на хранение тоже не принимаются. И дело не только в солнечном свете, который им необходим. Одни могут быть источниками насекомых и вредителей, а некоторые растения могут стать причиной плохих запахов, если за ними должным образом не ухаживать. Поэтому лучше всего высадить их на улице или отдать.